Эпид-ситуация в Акмолинском регионе обостряется. В связи с этим вышло новое постановление главного санитарного врача Акмолинской области. Более подробно об этом через несколько минут расскажу вам я, Зарина Дичикеева. Спасенные два рыбака на озере Большой Чебачи в Бурабайском районе оказались жителями города Кукшета. Об этом через несколько минут расскажу я, Камшат Такишева. Новые факты нападения бродячих собак на людей, зафиксированные в Акмолинской области. Подробнее о проблеме уже через несколько минут расскажу вам я, Аслана Буталипов. Американская компания открывает в Казахстане завод передовых растительных систем. Премьер-министр Аскар Мамин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом компании Стивеном Каневским. Стороны обсудили перспективы обмена опытом в области животноводства и семеноводства, селекции, капельного рожения, аграрной науки и образования. По итогам переговоров было подписано соглашение. Документ предусматривает создание в Казахстане сети демонстрационных ферм и строительства завода, который будет внедрять современные системы орошения и управлять урожайностью культур. Американские технологии позволяют повысить качество урожая и снизить расход воды на 50-70%. Опубликован список депутатов Мажелеса от Народной партии Казахстана. Среди них Айхен Кануров, Жамбыл Ахмедбеков и Ирина Смирнова, депутаты предыдущего созыва. Среди остальных семь новых имен депутат пятого созыва Александр Милютин и журналист Газис Кулахметов. Двое из десяти депутатов – женщины. Мадаты были утверждены на внеочередном 17-м съезде политической организации и направлены на регистрацию Центральной избирательной комиссии. Самый главный лозунг – наш народ, земля, справедливость. Не было никаких идеологий. Построим новую экономику, новую социальную политику. Эпидситуация в Акмулинском регионе обостряется. В связи с этим вышло новое постановление главного санитарного врача региона. В целях усиления борьбы с коронавирусом внесен ряд изменений в карантинные требования. Акмулинская область последние четыре дня находится в красной зоне. Если на прошлой неделе было зарегистрировано 404 заболевших коронавирусом, то на этой неделе показатель уже достиг 419. В настоящее время в регионе на стационарном лечении находится 455 человек, на амбулаторном – 298. Больницы загружены на 45%. На домашнем карантине – более 3000 человек. На сегодня у нас зарегистрировано 7958 случаев лабораторно подтвержденного ковид. Из них 91% – это взрослые, и 88% – это дети. Наибольшее количество у нас зарегистрировано по области, по городу Кокшетау, город Степногорск, Бурабайский район, Сандыктауский район, Зерендинский район. В целях обеспечения строгого соблюдения карантинных требований на территории области созданы 152 мобильные группы, выявлен факт проведения более 50 свадеб. Специалисты отмечают, сезонная волна вирусных респираторных заболеваний негативно влияет на распространение коронавирусной инфекции. В качестве эффективного способа борьбы с вирусом эпидемиологи опираются на опыт локдауна в выходные дни. Теперь ряд заведений прекратит свою деятельность по субботам и воскресеньям. По возрастному составу у нас наибольшее количество, это около 40%, приходится на возрастную группу старше 60 лет. Также у нас около 30% приходится на организованные коллективы. Это говорит, что именно при скученности людей, когда больше идёт контакт, больше всего заболевает. Пункты общественного питания теперь работают с 9 утра до 20.00 вечера. В здании необходимо соблюдать дистанцию, а число посетителей не должно превышать 30 человек. Можно заранее записаться и посетить фитнес-центры, спортзалы, сауны и спа. Прекращают свою деятельность в выходные дни. Количество посетителей этих объектов должно составлять менее 50% от вместимости здания. 80% работников госучреждений с численностью свыше 15 человек должны работать в режиме онлайн. Новое постановление вступит в силу 14 января ровно в 12 часов ночи. Проблемы частного сектора вновь на повестке дня. В одном из окраин города Кокшетау произошло затопление одного из домов. Подробнее, как решалась проблема, расскажет наш корреспондент Аслан Абуталипов. Ростыка Пезова проживает по улице Когалы-6. Вчерашний день для их семей запомнится надолго. С раннего утра грунтовые воды запомнили все подполы в доме. Все заготовки на зиму теперь подпорчены. Теперь под полами наших четырёх комнат затоп. Одно печи сплошь залито водой. Это проблема затопа и зимой, и летом. По словам представителей Кокшетау-Суар-Насы, они неответственны. А у нас есть маленькие дети и внуки. В этих частных домах нет условий. Ни сетей, ни каналов не было из-за того, что постоянно говорили о сносе. Прибывшие на место работники коммунальных служб сразу же определили причину затопления. Предложили выкачать воду. По этому адресу Когалы-6 у нас вообще наших сетей нет. Ни водопровода, ни канализации. Здесь просто затапливают грунтовые воды. Это давнишняя проблема, которая идёт на этом домах. У неё у этой бабушки вода уходила, теперь орык замёрз, и она идёт к ней в погреб. Единственный вариант, что надо сделать, ей надо ставить насосик и качать воду отсюда. В настоящее время проверяется наличие новых источников выхода грунтовых вод. Специалисты службы ЧАЭС отмечают, вопрос находится на контроле. Аслан Абуталипов, Баужан Смогулов, Жахангир Мукамбетов, Кухчах, Парад. Новый экологический кодекс подготовлен на основе опыта стран, организации экономического сотрудничества и развития. Экологический кодекс предусматривает принцип «загрязнитель платит». Документ вступит в силу с 1 июля текущего года. Предприятия, загрязняющие воздух, промышленные воздействия на водные ресурсы, объёмы и переработка твёрдых бытовых отходов – так выглядят актуальные экологические проблемы. Ожидается, что в их решении большое значение будет иметь новый экологический кодекс. Принятый документ можно назвать реформаторским. Во-первых, предусмотрены меры по предотвращению и контролю загрязнения на основе принципа «загрязнитель платит и восстанавливает», а также ответственность за возмещение вреда, причинённого окружающей среде. В случае возникновения экологического вреда, природопользователь обязан восстановить окружающую среду в первоначальный вид. Для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы предусмотрено внедрение на производство самых передовых, доступных технологий. Для начала планируется, что новый подход будет применён к 50 крупным предприятиям страны, производящим 80% вредных веществ. В Европе за 15 лет благодаря самым передовым доступным технологиям выбросы сократились на 94%. Предприятия, внедрившие эти технологии, освобождаются от платы за эмиссию. Если предприятия будут использовать доступные технологии, их ставка платы на эмиссию значительно увеличится. Новый экологический кодекс вступит в силу с 1 июля 2021 года. Муслима Асхатова, Гульмайдан Нуржанхаза, Алмаз Садуакаса, ВКОХЧАХПАРАД В Казахстане реализуется государственная программа развития рыбного хозяйства. В рамках проекта до 2030 года в республике будет создано 50 тысяч новых рабочих мест. Каков потенциал Акмолинской области в данном направлении, изучили наши корреспонденты. На сегодняшний день в Акмолинской области насчитывается 298 хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбным хозяйством. В 2019 году они экспортировали в соседнюю Россию 19 тонн рыбы. По программе развития отрасли до 2030 года планируется увеличить объемы производства рыбной продукции в области до 10 тысяч тонн. В целях развития рыбного хозяйства в регионе в декабре 2020 года была разработана программа развития рыбного хозяйства в Акмолинской области до 2030 года, в которой предусмотрено увеличение объемов выращивания товарной рыбы. Достижение данного показателя, 10 тысяч тонн, будет достигнуто за счет перевода промысловых водоемов в озерно-товарные рыбоводные хозяйства, которые в данный момент у нас есть 57. Также за счет реализации новых проектов. В Корголжинском районе 18 водоемов, где разрешена рыбалка. 17 предприятий обеспечивают рыбой столицу и Акмолинскую область. Однако по закону местные жители могут выловить не более 5 килограмм рыбы. Если новый проект позволит расширить границы этой отрасли, первым, кто на рыбе построит бизнес – Абельжан Абжан. По крайней мере, он так заявляет. Так как мы проживаем рядом с водоемом, поэтому занимаемся этим как хобби. Здесь порядка 14 видов рыб. 7-8 – съедобные. Сельчане хотели бы реализовать рыбу, но это может считаться браконьерством. А так было бы очень выгодно, если бы сельским гражданам предоставляли субсидии. Потому что сейчас спрос на рыбу большой. В связи с развитием мясного хозяйства, просим предоставить и на эту отрасль субсидии. В ближайшие 10 лет планируется увеличить объемы выращивания рыбы в стране до 600 тысяч тонн. Экспорта – до 300 тысяч тонн. При этом будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств. Задействована полная проектная мощность 323 хозяйств. Саня Кувжасарова и Саулес Езбек, Джахангер Мукамбетов, Павел Соловьев, Кукщаях Парат. Резкая перемена погоды в последние дни заставила специалистов областной службы по чрезвычайным ситуациям усиленно поработать. Личный состав принимал меры по предотвращению несчастных случаев. На территории области круглосуточно дежурили 35 постов. После обильных снегопадов последовал сильный мороз. Ряд населенных пунктов и автодорог республиканского областного значения оказались в снежных заносах. Специалисты ПУЧС провели аварийно-спасательное мероприятие в Аршалынском, Бурабайском, Ерементауском районах. 36 человек доставлены в пункты обогрева, 84 окмолинца эвакуированы из снежных заносов, шестеро из них – дети. В целях оперативного реагирования на ЧАЭС был создан оперативный штаб в департаменте ЧАЭС. Личный состав был переведен на усиленный режим работы. Порядка 374 человек у нас ежесуточно заступают. Подразделениями местной полицейской службы для недопущения выезда населения на автомобильной магистрали на выездах из населенных пунктов было выставлено 31 мобильных блокпостов, где совместно с местной полицейской службой сотрудники департамента ЧАЭС и местные исполнительные органы проводили разъяснительную работу, в результате которой были сотни автомобилей, автомобили возвращены обратно домой. Начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям сообщил, что личный состав готов к любым стихийным бедствиям. Также в ходе брифинга была озвучена информация о пожарах, произошедших в первой декаде Нового года. С 31 декабря по 12 января на территории области зарегистрировано 67 пожаров. Материальный ущерб от них составил 3 миллиона 700 тысяч тенге. К сожалению, 4 человека погибли и 5 получили травмы. В целях обеспечения безопасности Ахмолинские спасатели совместно с местными исполнительными органами провели профилактические мероприятия. Они призывают граждан перед поездкой учитывать прогноз погоды. Зарина Десикеева, Табузбек Усен, Василий Вережников, Алмаз Адвакасов, Кокщахпарат. 12 января в районе 15.00 часов на пульт службы ЧАЭС поступил звонок. Двое кокшиталцев сообщили, что заблудились во время рыбалки на озере Большое Чебачье на курорте Бурабай. Мужчины сбились с пути. В течение следующих двух часов спасатели определили местоположение рыбаков и выдворили их из снежного апокалипсиса. Одному из рыбаков 69 лет, другому 66. Несмотря на метель и минусовую температуру, мужчины решили порыбачить. Возвращаясь домой, сбились с пути. По словам спасателей, никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Вчера, 12 января 2021 года, примерно 15 часов дня, центральный пункт диспетчерской ЧАЭС Бурабайского района поступило телефонное сообщение о том, что двое рыбаков село Мало-Чебачье озеро заблудились на автомашине Нива, не могли самостоятельно выехать на автодорогу. Спасатели на автомашине болотоход-вездеход проходимости. На месте выехало буквально считанные минуты. И действительно, было замечено автомашину Нива. Были два пассажира рыбака. Их доставили родственникам село Ахлбай. Машину с места вытащили на безопасное место. На сегодняшний день в регионе насчитывается 60 спасателей, в зоне ответственности которых именно водоемы. В расположении 13 единиц техники, среди них снегоходы и вездеходы. Все исправно. По словам начальника оперативно-спасательного отряда на озере Копа, а также водоемах Бурабайского и Зерендинского районов, круглосуточно дежурные спасатели проводят инструктаж. Добавим, в такую погоду служба ЧАЭС не рекомендует рыбачить. Стоит отметить, за последние сутки около тысячи человек, которые оказались в снежном плену, были спасены. Из них 10 детей и 80 взрослых доставлены в пункты обогрева. Помимо этого зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных происшествий, большая часть из которых произошла на автодорогах республиканского значения. Из снежного плена эвакуировано 528 единиц техники. Во время ухудшения погодных условий по области совершено 22 дорожных транспортных происшествия. Из них получается 7 человек получили телесные повреждения. Погибших не было. На сегодняшний день по области действует 34 пункта обогрева. Стражи порядка рекомендуют жителям области не выезжать в дальнюю дорогу. Камшат Акиша, Медед Каиркенов, Дархан Мужбаев, Жамбыл Болтаев, Кокщак, Парад. В селе Красный Яр школьницу укусила бродячая собака. Надо отметить, с начала текущего года уже зафиксировано несколько случаев нападения собак. Согласно статистике, в 2020-м зарегистрировано 599 фактов укусов бродячими животными детей до 18 лет. Насколько остро стоит проблема в регионе и какие меры предпринимают ответственные ведомства, расскажет далее Аслан Абуталипов. После очередного происшествия ответственными органами и акиматом Красноярского сельского округа усилены меры по борьбе с бродячими собаками. Поступило сообщение с жителями села Краснояр об укусе собаки. Это произошло в центре. Девочка-школьница встречала своего братишку со школой и на нее напали бродячие собаки. Ежегодно постоянно проводится с жителями села беседы о бродячих собаках, чтобы не выпускали своих собак, чтобы держали на привязи. В прошлом году в областную детскую больницу за медицинской помощью от укусов и нападения собак обратилось 156 родителей детей. Все они преимущественно школьного возраста. Девочка из Краснояра – это уже третий случай в текущем году. В нашем приемном покое была сделана антиэрабическая вакцинация. Это первая помощь при укусах неизвестных животных. Состояние ребенка не тяжелое. Произведена также перевязка, обработка. Даны рекомендации. Эти вакцинации нужно делать, чтобы предотвратить возможный риск заболевания бешенства. Большое скопление бродячих собак, как показывает практика, зачастую наблюдается в частных секторах города. Это Красный Яр, район старого мясокомбината, микрорайоны Жайлау и Застанционный. Двумя днями ранее здесь также был зарегистрирован случай нападения четвероногой. Около где-то полдевятого вечера, 11 января, я шел домой, в Маяковске, 48 проживаю. Два алабая собак напала. Я отбился, они повреждениями, укуса ничего не было. Но я отбился, как мог, но отбился. У них уже неоднократно было, уже четыре раза я их предупреждал. Вообще говорил, привязывайте собаку эту. Они не могут удержать собаку, они слишком сильно здоровые и опасные для окружающей среды. Ребенок проходит, они могут на ребенка напасть, чужих собак, вот этих маленьких. Был осуществлен выезд, был установлен владелец данных собак, гражданка Ермолина Надежда Германовна, которая была привлечена к административной ответственности по статье 408, часть 1, то есть нарушение правил содержания выгула собак в населенном пункте. Вакцинация после укуса собаки – обязательная процедура. Специалисты уверяют, в случае заражения бешенством возможен летальный исход. Аслана Буталипов, Павел Соловьев, Жамбул Болтаев, Ковчах, Парад. Известному деятелю культуры Республики Казахстан театральной актрисе Жанар Кусаиновой исполнилось 50 лет. Она выступает на театральных помостках более четверти века. Является одним из основателей областного казахского музыкально-драматического театра имени Шахмета Кусаинова. Жанар Кусаинова завоевала сердца многих зрителей. В 1996 году областной театр Шахмета Кусаинова открыл свой занавес постановкой Габита Мусырепова «Ахан Сера Ахтохта». Жанар Кусаина сыграл главную роль. Так ее и прозвали Кокшитавской Ахтохты. Когда я впервые сыграла в спектакле «Ахан Сера Ахтохты», аплодисменты зрителей были особенными. Меня узнавали на улицах, тогда моему счастью не было предела. Кокшитавская Жанар, Кокшитавская Ахтохты – так меня называли все. Я считаю это своим достижением. Жанар Кусаинова родилась в районе Бержан-Сау, в селях Булак. С детства увлекалась искусством. Училась в Кокшитавском колледже высшей культуры имени Акана Сера. Затем в Академии искусств имени Тимирбека Жургенова в Алматы. Трудовую деятельность начала в областном казахском драматическом театре имени Шахмета Кусаинова. В то время это было только начало. Мы вышли на сцену, у нас не было даже костюмов. На то время впервые шили на заказ костюмы для первого спектакля. Как сейчас помню, мы встречали костюмы из Алматы. Мы были молодые, тогда для нас казалось, нет никаких сложностей, нет границ. На сцене-театрах Жанар Кусаинова сыграла более чем 100 спектаклях. Ее мастерство, харизму и особенный талант оценивают и коллеги. Жанар – особенная актриса, потому что тембр голоса, внутренняя душа – это богатая личность. Умеет передавать каждую роль проникновенно, играет искренне. Актриса с большой буквы. Ей подвластны любые роли. Жанар Кусаинова своим голосом, мимикой способна оживить любой сценарий. Стоит отметить, ее супруг Кайрат Мурзабулатов, тоже актер театра. Он также радует публику своим мастерством. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. В студии работала Саня Кубжасарова. До встречи в эфире.